Эксперты Евромедия. Профессионально для профессионалов. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы поговорим о подготовке всероссийского отраслевого журнала «Вестник» ко дню строителя, который выпускает медиахолдинг Евромедия. С нами в студии главный редактор издания Елена Лозовая. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Владимир. В нынешнем году строители отметят свой профессиональный праздник в юбилейный 65-й раз. Одним из своеобразных подарков, наверное, к празднику уже на протяжении почти двух десятков лет становится альманах отраслевого журнала «Вестник». И первый вопрос, если позволите, вот такой. Чем отличается праздничный выпуск от рядовых номеров, которые в течение года выходят? Ну, вы абсолютно правильно заметили. Каждый наш выпуск альманаха ко дню строителя является настоящим подарком для наших читателей, для нашей аудитории строителей. Поэтому и девиз нашего журнала звучит так. Для тех, кто строит историю, мы создаем летопись строительного комплекса России. Но это действительно так. Ведь в каждом номере мы анализируем события, которые происходят в строительном комплексе, причем не только в нашей стране, но и на территории ближнего и даже дальнего зарубежья. Прогнозы Одна из сильных сторон нашего журнала – это прогностика. И наши эксперты делятся с нашими читателями своими мыслями о том, что будет дальше, по какому пути развития пойдет строительная отрасль. И что особенно важно, и что мне больше всего нравится в нашем издании, что проходят годы, мы поднимаем подшивки старых журналов и видим, что на самом деле эти прогнозы сбываются. А значит, мы все-таки авторитетная площадка для нашей аудитории, это самое главное для нас. Вы спрашивали о том, что отличает альманах от рядовых выпусков. Ну, прежде всего, это количество материалов о людях. Ведь для нас важен каждый специалист, который по-настоящему верен любимому делу, который действительно отдается ему всей душой. И здесь не зависит от того, руководителем он является, либо простым штукатуром, короновщиком и так далее. Вот как здание строится по кирпичику постепенно, вот так и весь строительный комплекс, он состоит из работы разных людей, и от работы каждого из них в равной степени зависят конечные результаты их работы. Ну, облик нашей страны, как бы это пафосно ни звучало, он действительно так. Это правда. Вот вы сказали, Елена, о том, что здание строится из кирпичиков, и чем здание больше, тем и кирпичиков больше, да? И, наверное, тему в строительной отрасли, о которых можно и нужно писать, громадье, как говорил поэт когда-то, да? А вот все-таки какая главная тема Альманаха 21 года? Вот самая главная тема Альманаха 21 года – это 15-летие национальных проектов строительства. Вы помните, что в 2006 году началась реализация четырех национальных проектов. Тогда их было всего четыре, сейчас тринадцать. Так вот, один из них назывался «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Его главная цель была, ну, в принципе, как и сегодня, да, это формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания наших граждан. Тогда ставилась задача построить 80 миллионов квадратных метров к 2010 году. Ну, справедливости ради стоит заметить, что к 2010 году этого не удалось достичь. Правда, в 2015 году мы построили более 85 миллионов квадратных метров жилья, что казалось в то время совершенно недостижимым. Да, это было абсолютным рекордом России, который, кстати, до сегодняшнего дня пока не побит. Но после этого, после 2015 года мы строили, ну, в какой-то год 78 миллионов квадратных метров, в какой-то 82. То есть вот тот уровень, о котором мы когда-то мечтали в 2006 году, мы его все-таки выполнили и даже перевыполнили. Сегодня мы реализуем новый национальный проект, вот уже на протяжении нескольких лет, который называется «Жилье и городская среда». Так вот, он уже ставит еще большую задачу, да, еще более… Амбициозные цели перед вами. Да, да, совершенно верно. Построить к 2030 году миллиард квадратных метров жилья, да, ну, представляете себе, какая колоссальная задача ложиться на плечи наших строителей. Кажется непросто, но я уверена, что это вполне реализуемо. Самый наглядный пример – это формирование комфортно-городской среды. Это один из подпроектов федерального нашего проекта «Жилье и городская среда». Мы прекрасно видим, каждый из нас с вами, как меняются наши города, как большие и крупные мегаполисы, так и небольшие городки и даже поселки, благодаря реализации этого проекта. Появляются парки, прекрасные детские площадки, места притяжения жителей, набережные и так далее. И вот мы рассказываем в нашем журнале в том числе и о том, как реализуются эти проекты, показываем лучшие практики, рассказываем, как можно принимать участие для того, чтобы получить финансирование на реализацию этих проектов. Вот я, Елена, слышал, что недавно в строительный обиход вошло новое словосочетание «агрессивное развитие инфраструктуры». Ну, вот там, где слово «агрессия», как-то все время настороженно ты себя ведешь, да, все-таки оно такое не совсем позитивное. Неправильно я это понимаю, да? Ну, в данном случае, да, агрессивное, это имеется в виду, что оно такое интенсивное, вот в этом смысл. Вот «агрессивное развитие инфраструктуры» так называется, одна из пяти рабочих групп по разработке стратегии социально-экономического развития России. Это вот новый документ, который пока только-только разрабатывается. И вот эту группу, да, агрессивное развитие инфраструктуры, ее возглавил Хуснулин Марат Шакерзянович, который как раз-таки наш руководитель строительного комплекса, вице-премьер. Он курирует это направление. Название рабочей группы, оно говорит само за себя. В принципе, и так сейчас строительный комплекс развивается очень динамично. Но благодаря реализации вот тех направлений, которые заложены в этом словосочетании, будет еще более интенсивными темпами развиваться. Здесь шесть основных стратегий. Это развитие строительной отрасли, инфраструктурного строительства, пространственного развития, жилищного строительства, ЖКХ и экологии. Вот каждый из этих разделов мы в «Альманахе» отраслевого журнала «Вестник» осветим, вот насколько это возможно, полно, всесторонне, с лучшими практиками. Вы так интересно рассказываете о строительной отрасли. Я, действительно, ничего не имеющий общей с ней, очень заинтересовался тем, что вы говорите. Что еще интересного будет в номере? Давайте продолжим. Да, традиционно, собственно, аналогический центр холдинга «Евромедиа» готовит ряд исследований, обзоров, мониторингов, рейтингов. Обозреватели издания встречаются с интереснейшими собеседниками. Вот почему я люблю эту профессию. Многие журналисты, да, мои коллеги тоже могут подтвердить. Огромное количество командировок, в которые мы ездим, начиная от столицы нашей Родины и вообще в самые дальние точки, начиная от Калининграда до Камчатки. Мы, действительно, туда приезжаем, мы знакомимся с героями наших публикаций, мы показываем все самое интересное, что происходит в строительстве, ЖКХ и архитектуре. Я очень люблю очерковые материалы, которые готовят у нас, есть журналисты, которые специализируются на этой тематике. В спецпроекте «Доска почета» мы публикуем интервью с заслуженными строителями и архитекторами России. Известные в строительной среде люди рассказывают о своих необычных хобби. Интересный факт. А еще, вот одна из таких изюминок, это эксклюзивные интервью звезд шоу-бизнеса, которые ранее были строителями. Есть и такие даже? Да. Расскажите, давайте приоткрывать немножко, но хотя бы приоткрывать эту завесу тайны, расскажите о них. Да, с удовольствием. В это, конечно, сложно поверить, но в среде шоу-бизнеса есть люди, имеющие непосредственное, вернее, ранее имевшие непосредственное отношение к профессии. С некоторыми из них мы уже публиковали интервью ранее, в предыдущих альманахах. Ну, могу привести в пример Алексея Романова из группы «Воскресенье», Андрея Макаревича из группы «Машина времени». Вот и тот, и тот, они получили архитектурное образование. Но больше всего мне понравилось интервью лидера группы «Чаев» Владимира Шахрина, который окончил Свердловский архитектурно-строительный техникум. И долгое время после того, как он пришел из армии, работал в Су-20 Свердловского домостроительного комбината. Су-это строительное управление. Да, совершенно верно. То есть, непосредственно занимался вот на земле, что называется, работой. Да, 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 причем с каких-то вот совершенно рабочих профессий он начинал свой трудовой путь. И в эксклюзивном интервью журналисту нашего издания вспоминал первый альбом коллектива, который носил название «Не беда». Вот этот альбом, представьте себе, он вышел тиражом почти один миллион экземпляров. Он занимался этим, так сказать, в свободное от работы время. Весь его коллектив, ну я имею в виду Чаев, группа Чаев, они работали на стройке, а в свободное от работы время записывали эти песни. Так вот, вы знаете, как сказал Владимир Шахрин о людях рабочих специальностей? Мне кажется, что это вообще золотые слова. Он сказал так, я процитирую его, если позволите. Я считаю, что эти люди и есть лицо страны. Россия принадлежит тем, кто каждый день садится в комбайны и строительные краны, кабины осенизаторских машин, моет, строит, чистит. Они главные в нашей стране. Ну ведь здорово, правда? Да, это очень здорово, правда, и я бы сказал так, очень мотивирует вступать в религию строителей и молодежь. Как мне кажется, не знаю, прав я или нет, ведь сегодня все-таки быть строителем, ну не так престижно, как это было раньше, правда? Да, вы правы, к сожалению, правы на 100%. На самом деле, это одна из огромных проблем строительного комплекса, требующая решения. Ведь задача построить миллиард квадратных метров жилья, ну никто не отменял, да, она только поставлена, а ведь это только жилье. Кроме него нужно строить дороги, больницы и так далее. А представителей рабочих специальностей уже сегодня, вот обычных рабочих рук их не хватает. И особенно эта проблема усугубилась в связи с пандемией, когда, ну так называемые гастарбайтеры были вынуждены покинуть нашу страну. Вот о том, как решить этот наболевший вопрос, конечно, мы тоже поговорим в Альманахе. Елена, вот насколько я знаю, холдинг Евромедиа тоже вносит свой посильный вклад в популяризацию профессий рабочих специальностей. Да, совершенно верно. Одним из самых ожидаемых событий, вот каждый год является наш турнир по мини-футболу. «Я строитель», он так и называется. В нем принимают участие сотрудники строительных предприятий. Были годы, когда мы даже мотивировали создать свои команды Министерство ЖКХ Ростовской области, Министерство строительства Ростовской области. И они вот здесь, в Ростове-на-Дону, соревновались друг с другом. Вот действительно, это настолько яркое событие и настолько выкладываются футболисты, вот как будто бы профессиональные. И уровень игры тоже очень достойный. Там приходят болеть, приходят их семьи, да, мы приглашаем всех, кто там желает принять участие. Тогда понимаешь, что это не только чиновники, кабинетные работники, да, но еще и... Да, 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 да. У них еще сильные ноги, не только голова. Да, совершенно верно. И ты видишь, вот когда ты видишь этих людей на спортивной площадке, ты понимаешь, как они работают и в кабинетах, и как они работают на строительных площадках. Эти люди полностью отдаются вот тому делу, которым занимаются. И тогда становится понятно, почему там те рекорды, которые ставят, да, перед строительным комплексом, они все достижимы и все успехи, ну, они реальны, да. 20-й год спутал, да, эти карты немножко, вот в плане футбольных встреч, насколько я понимаю. Да, да, из-за всех этих пандемических явлений нам пришлось перевести наш футбол в киберформат. Все это было в рамках требований футбольной организации FIFA, все это проводилось среди студентов, правда, мы проводили в прошлом году. Они играли у нас в киберфутбол, ну, тоже накал страстей, я хочу сказать, был не меньше, чем на настоящем футбольном поле. В этом году мы все-таки вернемся на футбольное поле, и все будет проходить в оффлайн режиме, поэтому, пользуясь случаем, мы приглашаем всех желающих. О дате и времени мы сообщим дополнительно на нашем сайте, на сайте Вестник Строй. Ну, я так понимаю, что футбол все-таки одно из направлений, да, вот этой популяризации. Проводите ли вы еще какие-нибудь мероприятия для того, чтобы вот молодежь обратила все-таки внимание на рабочие именно строительные специальности? Да, вы знаете, мы ведем тесную работу с общественным советом при Минстрое России по популяризации профессий, как раз таки строительных специальностей. Там есть такая специальная программа, называется «Я строитель будущего». И в рамках этой программы мы уже на протяжении, по-моему, четырех лет проводим конкурс «Спроси строителя». В нем участвуют детки от 6 до 14 лет прислать свой вопрос оригинальный, задать строителю, может вообще любой желающий. Кстати, вот сейчас мы будем объявлять старт этого конкурса, накануне Дня строителя всегда он проводится. И вот тоже, кто желает, может прислать вопрос на сайт «Я строитель будущего РФ». В прошлом году я впервые была членом жюри вот этого замечательного конкурса. И пришло более 400 вопросов. И все они настолько глубокие, настолько показывающие уровень тоже наших детей, да, и можно быть уверенными в том, что мы доверим потом нашу отрасль. Вот таким надежным людям, которые думают о будущем страны, и приходилось даже в какие-то энциклопедии заходить, какую-то информацию для себя новую черпать. Это не только мнение моё, а мы общались с другими членами жюри, все как один. В общем, там нужно было нам выбрать победителей, вот если я правильно помню, 6 или 8. Мы выбрали в два раза больше, потому что просто невозможно было. Ну, настолько детки хорошие. И после этого, кстати, создали при Общественном совете Минства России настоящий, первый в России детский общественный совет. И дети теперь принимают какие-то вот свои мини-решения. Отличные реальные шаги к тому, чтобы дети обращали на это своё внимание. Это правда. Вот возвращаясь всё-таки, Елена, к подготовке Альманаха, какой материал или рубрика для вас, ну, как для главного редактора, является любимой? Понимаю, что главному редактору задавать такой вопрос, наверное, не совсем корректно. Всё любимое, всё выстраданное, но всё-таки, если выбирать. Мне ближе всего, как я уже говорила, материалы о людях. Статьи интервью, в которых раскрывается характер человека, его уникальность, которая подчёркивает ценность людей в этой профессии. Знаете, так сложилось, что уже на протяжении двух десятков лет моя жизнь связана именно со строительной прессой. Я слышала от многих людей, кто работает на стройке, что стройка имеет такое свойство не отпускать. Вот это как профессия, судьба, что ли, как её назвать. Я считаю, что не в меньшей мере оно не отпускает и журналистов, которые как-то соприкоснулись со стройкой. По крайней мере, у меня произошло именно так. Это 100% моя история. А возвращаясь всё-таки к материалам о моей любимой рубрике, это рубрика «Не для протокола», в которой мы рассказываем о каких-то интересных увлечениях, хобби, известных людей. Ну вот, в частности, у нас была опубликована статья о Леониде Казинце. Это заслуженный строитель РФ, президент Всероссийской ассоциации, национальное объединение застройщиков жилья, председатель правления Баркли. Ну, у него, на самом деле, огромное количество регалий, которые можно перечислять. Он же спортсмен, по-моему, ещё, да, в таком широком смысле этого слова. Да, 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 это удивительный человек, как он умудряется всё это совмещать. Он кандидат в мастера спорта по альпинизму, по парусным гонкам на яхтах, мастер спорта международного класса по парашютному спорту, многократный чемпион России и призёр чемпионатов мира, Европы по парашютному спорту. Дважды занесён, представьте, дважды занесён в книгу рекордов Гиннесса. Первый раз за самую большую формацию в свободном падении, а второй раз за самый массовый прыжок на ограниченную площадь. Вот как это происходило, он нам детально всё это рассказал. Сколько у человек, по-моему, 400 человек участвовало в этом массовом прыжке. У нас даже видео размещено на сайте о том, как это всё происходило, помимо самого интервью. Но вот это интервью, в частности, в очередной раз подтверждает справедливость утверждения о том, что успешный человек, он успешен во всём, а ещё демонстрирует, что нет ничего невозможного. Спорный вопрос. Наверное, такой последний наш вопрос, да, о ком вы расскажете в «Альманахе» 21-го года? Ну, я надеюсь, вы на меня не обидитесь, если я позволю себе оставить в секрете эти нюансы. Ну, во-первых, я суеверна, но это действительно так, и стараюсь не раскрывать планов до того, вот как само событие не произойдёт. Во-вторых, ну, читать «Альманах» будет не так интересно, если мы уже знать будем детально, да, там, какие истории ключевые будут интересные. Ну, и в-третьих, мы же в самом начале интервью проговорили о том, что каждый «Альманах» – это подарок, а я считаю, что подарок всегда должен быть сюрпризом. Вот уже в августе, буквально в начале августа, номер выйдет из типографии, и его по нашей базе дистрибуции получат все наши читатели. Я надеюсь, что вот этот подарок, который будет, он понравится и останется на полках и столах наших читателей на долгие годы. Елена, ну, вот с надеждой на один экземпляр этого «Альманаха» в подарок, я говорю вам огромное спасибо за эту замечательную, важную беседу, и, конечно, удачи вам. До свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. Эксперты Евромедия. Профессионально для профессионалов.